Вы знаете, что я контролирую все эти процессы лечения коронавируса. У меня своя позиция в этом плане. Я ее никому не навязываю, как и запрещаю кому-то ни было давлять над людьми. Сейчас уже говорят, этот омикрон якобы, ну, это более легкий вирус. К смерти приводит редко. При нормальном лечении, поведении человека это редко. Я вижу, смертность контролирую, вижу, что у нас нет этой вспышки смертности по сравнению с подъемом этого омикрона. И врачи предлагают, может быть, нам не тестировать всех, а предлагают только тестировать тех, у кого уже появились симптомы. Конечно, нужно этот вопрос изучить, изучить их с экспертами. Здесь присутствует заведующий кафедринфекционной болезни Капов Игорь Александрович. Капов Игорь Александрович, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что, конечно, проблема диагностики, она очень важна, но есть два таких ключевых положения. Первый из них, это, конечно, акцент на экспресс-методики, которые в целом доказали себя в качестве быстрых и эффективных методов диагностики. Там, где определяется антиген, то есть сама частичка вируса, которая есть. Это достаточно показательно разработано, есть отечественные разработки, кстати сказать, и очень неплохие, внедренные, в общем-то, внедрение которых в практику показало свою эффективность. И второй момент, если действительно заболевание, как мы думаем, и как происходит в мире, будет массовым, то, в общем-то, самое главное, это акцент на дифференциальную диагностику, когда у нас есть какие-то сомнения. По той простой причине, что в разгаре вот этих всех событий, конечно же, будет преобладать тот вирус, который вот мы в настоящее время ожидаем. Да, действительно, он протекает легче, но значительное количество людей может быть вовлечено. Поэтому полностью диагностика, конечно, отброшена не будет, но ориентация на клинические проявления, она в данной ситуации является ключевой и чрезвычайно важной. Я думаю, тактика будет абсолютно отработана. Я вас обоих попрошу, может быть, и не совсем тема для разговора, но очень важно, посмотрите со своим медицинским сообществом вот это мое предложение на практические предметы.